От туриста джипинг не требует никаких навыков. Остается только одеться соответствующим образом и получать удовольствие от созерцания природы. Именно так привлекают внимание к своим услугам водители джипов. А родители часто проявляют беспечность, путешествуя по опасным маршрутам с малолетними детьми. Усиль в проверке транспортных средств и водителей, перевозящих группы пассажиров, было решено в том числе после ДТП в Бабукаули. 8 июля там перевернулся ГАЗ-69, 61 года выпуска. Один человек погиб. Водители, пассажиры, среди которых были и дети, получили травмы различной степени тяжести. А ведь ни один водитель на джипинг-маршрутах не предлагает клиентам воспользоваться специальными устройствами для детей. Детское кресло где у вас? Откуда кресло? Зачем? Для детей, для перевозки детей. Там дети взрослые. Сколько лет едят? Десять лет. Ребенку сколько лет? Десять лет. Десять лет. До четырнадцати лет? Да, у нас кресло. У нас кресло, дети не хватит. Не знаю, у вас до скольки. На водителя, пренебрегающих правилами дорожного движения, составлено 74 административных протокола. В том числе за управление технически неисправным транспортным средством 21 протокол. За нарушение правил перевозки пассажиров 29 протоколов. 12 водителям запрещена эксплуатация автомобиля. Еще 38 машин поставлены на штрафстоянку. Слушайте транспортное средство. Надо снять номера. Мы оформим задержание. Передадим вам транспортное средство на буксировки, на жесткости, место ремонта. Пассажирам, ехавшим в салонах джипов, были предоставлены автобусы, которые отвезли отдыхающих к местам их размещения. ГИБДД Сочи отмечает, что подобные рейды продлятся до окончания курортного сезона. Галина Моисеева, Татьяна Дубовик, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеев, Татьяна Дубовик, телекомпания «ФКТ».